Один мой друг нанял женщину, чтобы она давала ему пощечину, если он заходил на Фейсбук или другие отвлекающие сайты. Возможно, немного экстремально, но думаю, все согласятся, что мы тратим очень много времени онлайн. Как это исправить? Это тема сегодняшнего видео. Первый совет, как перестать тратить время онлайн, уберите подальше зарядку. Как для компьютера, так и для мобильного. Для чего это? Чтобы установить искусственный лимит времени. Чтобы вы перестали тратить время и сфокусировались на том, что важно сделать. Потому что время уже тикает. Слишком круто? Хорошо, тогда купите себе простой кухонный таймер за пару баксов. Речь идет о технике помидора, где вы устанавливаете время, за которое должны сделать задачу. Пусть это будет 20 минут или 30, вы фокусируетесь и избегаете отвлекающих факторов. Второй совет, старая школа, блокнот и ручка. Большую часть работы по-прежнему можно сделать еще таким способом. Вам надо поделиться с людьми результатами, просто отправьте им фотографию. Следующий совет, не смешивайте. У вас должны быть рабочие девайсы и личные девайсы. Вот в чем прикол. Если у вас есть телефон, а на нем как рабочая, так и личная информация, то знаете что? Вы никогда не перестанете работать. А во время работы вы будете терять время на отвлекающие вещи. Вы будете отвлекаться на личные дела, заходить в Facebook. Но если у вас есть разделение между девайсами, то вы поймете, что вам не обязательно иметь одни и те же приложения на разных устройствах. Например, я пользуюсь соцсетями на рабочем айпаде, но не на рабочем компьютере. Следующий совет, как перестать тратить время онлайн, это сократите количество рабочих часов в день. Конечно, не каждый может такое себе позволить, но если вы предприниматель и работаете на себя, или работаете по удаленке, подумайте о том, как вы можете сократить это время. Потому что если вы позволяете себе работать по 14 часов в день, тогда знаете что? Вы, возможно, непродуктивны на все 100% в течение этого времени. Может быть, всего 6 часов из 14. Почему бы не работать только эти 6 часов и делать то, что должно быть сделано? Должен признаться, что я не лучший пример, когда речь идет об этом. Я слил кучу времени онлайн, переживал за свою онлайн-безопасность. Я потратил кучу времени, чтобы обезопасить свой PayPal, доступ к банку и к почте. Следующий совет, как избежать потери времени в сети, это отключить оповещение. По факту, выключите ваш телефон. Звучит слишком кардинально, но так и есть. Просто выключите телефон, когда он вам не нужен. Когда вы не ждете звонков. Поверьте, большинство срочных вещей не случится, когда ваш телефон будет выключен. Вы можете просто поставить на беззвучный режим, или пользуйтесь режимом полета. Есть много способов, чтобы телефон не отвлекал вас от реальной жизни и важных дел. Следующий совет, не сохраняйте пароли на компьютере. Лучше вручную вводить пароли каждый раз. Я знаю, это неудобно, это заноза в заднице, но знаете что? Если вы это делаете, то шансы, что вы случайно войдете в ваш аккаунт на соцсети, значительно снижаются. Поэтому вы будете менее подвержены тому, чтобы повисеть в сети немного времени, потому что это требует усилий. Такой барьер может спасти вас от этой кроличьей норы. Следующий совет, поменяйте вашу среду. Наша окружающая среда оказывает мощное влияние на то, как мы себя ведем и как мы себя ощущаем. Если вы застрели в своем домашнем офисе, и вокруг вас никого нет, то знаете что? То нет никого, кто бы был за вас ответственен. Когда вы идете в кофешоп, с вами может быть рядом человек, который сделает замечание, что вы сидите в Фейсбуке, потому что вы попали в новое место, и вы можете лучше сфокусироваться. Я вот ходил в кафе, где его вообще не было. Следующий совет, это планировать встречи с другими людьми в течение дня. Возможно, звучит странно, я понимаю, но вот в чем прикол. Вы можете фокусировать только ограниченное количество времени. Мы все должны делать вещи, которые от нас требуются. А когда необходимо взаимодействовать с людьми, будь то тренировка или ужин с семьей, или встреча с вашим заместителем, пока это продуктивное времяпрепровождение, которое вам необходимо делать, и вы в него вкладываетесь, вы почувствуете большее удовлетворение от вашего дня. Поэтому, пока вы встречаетесь с этими людьми, вы ощущаете ответственность, чтобы явиться навстречу, распределить время, а также вознаграждаете себя за продуктивный день. Следующий совет, он мне безумно нравится. Каждый мужчина должен высыпаться. Я уверен в том, что каждому мужчине необходимо фиксированное время, когда он приступает к своей вечерней рутине, таким образом, чтобы девайсы и интернет не были ее частью. Я очень люблю, когда моя жена идет читать книжки детям, потому что я могу пойти и почитать свои книги. У меня есть книги с фантастикой, фикшеном. Обожаю это время, когда я могу просто посидеть и почитать. Друзья, у вас должна быть своя рутина, в которой есть моменты, которые вы ждете с нетерпением. Это гораздо лучше, чем торчать в сети и бездумно просматривать ленту. Нет. Мой телефон внизу на кухне, а я наслаждаюсь вечерней рутиной. Итак, мой следующий совет. Это чистите ваш телефон и другие девайсы от приложений и программ, которые вы не используете и которые вам не нужны. Приложения, которые могут поглотить вас, когда вы этого не хотите. Если у вас есть такие приложения, то они как искушение для вас. Заглянуть и посмотреть, что там происходит на Фейсбуке, но на самом деле ничего там не происходит. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...